Привет! Начнем с маленького теста. Назовите пять самых талантливых отечественных актеров. Только очень быстро. Давайте считаем. Раз, два, три, четыре, пять. Все, стоп. Уверен, что почти каждый из вас вспомнил Андрея Миронова. Добрый вечер, уважаемые леди-джентльмены и милые дети. Воистину, добрый вечер. Он не был красавцем. Был с детства полноват и застенчив. Его знаменитые родители, эстрадные артисты Мария Миронова и Александр Минакер, мечтали видеть сына дипломатом, что и неудивительно. Сам же он, вопреки родительской воле, видел свое будущее только на сцене. И, как мы сегодня понимаем, был совершенно прав. Несмотря на то, что от рождения Андрей не обладал ни пластикой, ни вокальными данными, его обаяние и харизму покоряли всех, кто оказывался рядом. Но как же это происходит? Непонятно. Во всяком случае, до сегодняшнего дня не открыта та формула, которая могла бы объяснить тайну истинного таланта. Вы привлекательны. Я чертовски привлекательны. Чего зря время терять? В сатирических диалогах на эстраде папа Александр Минакер всегда выступал в роли слабохарактерного мужа. Мама же, она, играла агрессивную властную жену. Хотя, строго говоря, в их жизни граница между сценой и реальной жизнью практически отсутствовала. Поэтому нет ничего удивительного в том, что единственный обожаемый сын Андрей родился чуть ли не на сцене. Мария Миронова не покидала сцену все 9 месяцев беременности. В знаменитый роддом имени Грауэрмана ее привезли прямо со спектакля. Андрей Миронов появился на свет поздним вечером 7 марта 41 года, за несколько месяцев до начала Великой Отечественной войны. Еще при рождении мама назвала своего Андрюшу подарком для женщин. Для убедительности день рождения Андрюши праздновали всегда только 8 марта. Сын оправдал с лихвой ожидания своей остроумной мамы. А он, стремясь к свободе и самореализации на сцене и в жизни, пытался освободиться от власти над ним. Бегу из отцовского дома, из дворянской семьи на германский фронт. В богемной среде Миронов слыл ловеласом. В 70-х годах каждая вторая актриса Москвы могла заявить «У меня роман с Мироновым». Любой женщине свойственны черты милиционера. Вначале она говорит «Давайте не будем», а потом «Следуйте за мной». Сегодня они охотно делятся интимными подробностями журналистами, пишут книги, статьи в популярной прессе и в соцсетях. Сам Андрей Миронов называл первой любовью одноклассницу Галю, дочку поэта Дыховичного. Правда, юношеский роман не выдержал испытания влюбчивости у жениха. Доктор, чем вы можете мне помочь? Сейчас. После расставания с Галиной, постоянной девушки у Миронова долго не было. Он пытался ухаживать за однокурсницами, но во что-то серьезное это не выливалось. Свою роль в безуспешных поисках семейного счастья сыграл характер матери, которая до конца жизни оставалась главной женщиной для своего гениального сына. В одном из интервью он признался «Я боюсь Бога, маму и Ольгу Александровну Аросиу». Конечно, это было сказано в шутку, но, как известно, в каждой шутке. Вздыхаешь? Я тебе подышу. О грозном характере Марии Мироновой ходили легенды. Она разговаривала только на повышенных тонах, всегда с вызовом, с агрессией. Имею я на это право или я уж вообще ни на что не имею право? Ей никто не нравился. Актриса Фатеева, по ее мнению, была слишком стара для ее сына, ведь она была на 7 лет старше Андрея. Да еще и разведенка с сыном. Татьяна Егорова – плебейка. Многочисленные потенциальные невестки разбегались в разные стороны от одного ее взгляда. Потом Клава! Где Иван Петрович? Также строго она контролировала сына и в других сферах жизни. А он старался не разочаровывать маму. Всегда и везде он старался стать лучшим. Но в то же время на протяжении всей своей жизни пытался вырваться из-под маминой опеки. И эти две практически несовместимые задачи – заслужить мамину похвалу и обрести независимость – стали главной мотивацией всех его поступков и главной проблемой. Мария Владимировна рассчитывала, что Андрей после школы поступит в МГИМО. Но сын дождался, когда родители уедут на гастроли, и втайне от них подал документы в Щукинское театральное училище. На экзаменах он даже не намекнул о том, чей он сын, и поступил. Во время учебы по воспоминаниям педагогов никаких особых талантов он не проявлял, но донимал всех педагогов, бегая за ними по пятам, чтобы пересдать четверки. Он постоянно доказывал себе, а скорее всего своей строгой маме, что он талантлив и успешен. В студенческой среде его любили. Где бы он ни оказался, сразу становился душой любой компании. Училище он закончил с красным дипломом, но в театр Вахтангова, куда ищукинского вела прямая дорога, Миронова не взяли. Можете себе представить, что комиссия театра не нашла в нем достаточного таланта. Ой, это был очень страшный удар для Миронова. С большим юмором отношусь. Вот к такому, считай, спойте, обращенному ко мне. Дело в том, что всерьез назвать то, что я произвожу пением, я не могу. И только главный режиссер театра «Сатиры» Валентин Плучик разглядел в Миронове что-то особенное и не прогадал. Уже очень скоро московские театралы шли в театр «Сатирикон» именно на Миронова. Он обладал каким-то удивительным магнетизмом. За его игрой наблюдали, затаив дыхание. Кто слуга, кто господин. Но рождение – это случай. Все решает ум один. Что творилось не только в зале, но и у служебного входа, трудно даже представить. В любую погоду десятки фанаток разного возраста караулили своего кумира. А ему приходилось идти на разные хитрости, чтобы от них сбежать. Иначе бы просто разобрали бы на сувениры. Мама могла быть довольна. В профессии сын состоялся, но оставалась другая сторона – личная жизнь, которая никак не складывалась. Мария Владимировна не могла пустить этот важный вопрос на самотек. На несерьезные романы мама не обращала внимания. Но стоило только на горизонте появиться женщине, которая претендовала на любовь ее сына, в ход пускалась тяжелая артиллерия. Самую большую опасность для сына она видела в Татьяне Егоровой, роман с которой у Миронова прошел фактически через всю его короткую жизнь. То вспыхивая, то угасая. Дважды влюбленные пытались оформить свой брак, но каждый раз планы ломались. Первый раз это произошло в 68-м году. Свадьба, назначенная на 15 декабря, не состоялась, так как у отца Андрея случился инфаркт. Во второй раз Мария Владимировна поставила ультиматум. Только через мой труп. Владушка! То, что я сейчас услышал, это как свинец! Мама осталась жива, но о невесте пришлось выходить замуж за другого. Вторая попытка жениться у Андрея закончилась успехом. Он решил пойти во банк и не стал заранее знакомить свою строгую маму с новой избранницей. Как ее зовут? Ольга! Мою невесту зовут Ольга. При чем тут твоя невеста? Это наш главный конкурент, ее нужно догнать! Ею стала Екатерина Градова, известная всем нам, как радистка Кэт из 17 мгновений весны. Тогда же она была всего лишь начинающей актрисой, которая только-только поступила на службу в театр сатиры. Миронов скоропалительно, как это он умел делать, влюбился в девушку и буквально через несколько недель тайком от родителей они подали заявление в ЗАГС. Естественно, у него замерло сердце, когда он привел Катю на смотрины к маме. Мария Владимировна приняла сообщение хоть и без восторгов, но и без привычной враждебности. Объяснилось такое ее поведение просто. Катя была девушкой скромной, воспитанной, из хорошей семьи. А Мария Владимировна сразу поняла, что на ее власть над сыном никто покушаться не будет. Уже в мае 73-го года счастливый папа встречал жену и новорожденную дочь в том самом роддоме имени Грауэрмана, где родился сам. Дочку назвали Марией в честь бабушки, а уже через несколько месяцев вышел на экраны ставший культовым сериалом «Семнадцать дней на ине весны», где Градова сыграла радистку Кэт. И проснулась знаменитой. Но ни ее таланты, ни готовность пожертвовать карьерой ради семьи, ни штамп в паспорте не изменил привычек Андрея. Он по-прежнему при каждом удобном случае убегал налево. И Градова ничего не могла с этим поделать. Порок и алчность разъединяют нас. Их брак распался в те дни, когда Миронову было присуждено звание заслуженного артиста РСФСР. Уходя, он прихватил с собой только одежду и коллекцию джазовых грампластинок. И явился в родительский дом. Двухкомнатный кооператив на улице Герцена остался за Градовой и дочерью Машей. И вновь Мария Владимировна активно взялась за устройство счастья сына. Ведь на горизонте замаячила вечная угроза Татьяна Егорова. Мария Владимировна свой выбор остановила на Ларисе Голубкиной. Ей удалось убедить своего сына в том, что лучшей жены он себе не найдет. По-видимому, Мария Владимировна сделала правильный выбор. Ведь этот союз в артистической среде считался чуть ли не образцовым. Они прожили в браке 12 лет до последних дней жизни Андрея Миронова. Жаркое лето 1987 года стало трагическим для Театра Сатиры. В начале августа умер большой друг Миронова и его партнер Анатолий Попанов. Андрей тяжело переживал его окончину. Все, кто стоял рядом, слышали, как он, стоя у гроба, просил забрать его с собой. Можно по-разному относиться к этой просьбе, но ровно через 9 дней Андрей, играя роль на рижской сцене в спектакле «Жени Буфигаро», за 10 минут до конца начал произносить финальный монолог. И в этот момент отступил назад, оперся рукой о беседку и начал оседать. То ли потому, что я ей нравлюсь больше, сегодня она оказывает предпочтение мне. Вот эта фраза, которую он не успел договорить. Александр Ширвинд, который в тот момент был на сцене, подхватил его и на руках унес за кулисы, крикнув «Занавес!». «Шура, голова болит!» – это были последние слова Андрея Миронова, сказанные им на сцене. Умер Миронов не сразу. Двое суток он пролежал в коме в больнице. За это время в клинике, где лежал Андрей, перебывали почти все его родственники и друзья. Через два дня он умер. По удивительному стечению обстоятельств, в этот день в театре на спектакле находились его самые любимые женщины. Две жены, две дочери – родная и приемная. И, конечно, самая главная женщина в его жизни – мама Мария Владимировна Миронова. Таким мы его и запомнили. Я не знаю всего того, что с нами случится завтра, но бессмертие я вам гарантирую. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...